Всем привет, дорогие мои зрительницы! Вот снова новое видео, прошу прощения за то, что очень долго не выпускала. К сожалению, сессия плюс работа накладывают на меня определенные обстоятельства, что совершенно не хватает времени, плюс ко всему я ездила в Москву и давала там свои уроки и свой базовый курс, поэтому как-то все так это вместе друг на друга навалилось. А вам хочется снимать качественный хороший материал, всякую ерунду, то, что снято за 3 секунды выкладывать не хочется, а что-то такое новое, грандиозное хочется. Тем более у меня, как видите, новый фон, светлый, специально, чтобы оттенки все выделялись и не отвлекали внимание. Давно заметила, что розовый меня достал, плюс ко всему вы тоже попросили светлый фон сделать, нашла наконец-то приятный мне цвет и формат. И, в общем, наконец-то светлый фон, я надеюсь, что он самый нормальный, нейтральный и приятно все будет смотреть и видеть. Итак, сегодня видео будет посвящено, как вы понимаете, по моей прекрасной фате свадебному макияжу свадебным образом, потому что самым настоящим образом сейчас наступает свадебный сезон, все женятся, все такие счастливые и прекрасные. И хочется внести во все мероприятие тоже свою нотку. По поводу свадебных макияжей, не раз кто со мной лично сталкивался, ходил на мои базовые курсы, уроки, говорила, что я как-то к свадебным макияжам отношусь, в принципе, так же, как и ко всем остальным. Я не вижу особо разницы. Единственное, что нужно учесть, это то, что макияж, естественно, должен быть стойким, то есть нужно использовать праймеры, фиксаторы, и макияж должен быть не слишком ярким, таким вечерним, красивым, который подчеркивает вашу красоту, но при этом не быть каким-то в зеленых, желтых гаммах, таким каким-то отвлекающим вниманием от вашего, в общем, торжества, от вашей красоты, прежде всего. Поэтому я сегодня сделала такой универсальный образ. Вообще хочу выпустить три видео, на каждой неделе будет новое видео свадебного макияжа. Этот образ я называю классическим, то есть тот свадебный макияж, который подойдет всем. Он такой нежный, при этом глаза выделяются, да, все у нас в основном любят, когда выделяются глаза. Губы выделять на свадьбу вообще не советую, по той самой причине, что ведь жених будет в помаде, все гости будут в помаде, все салаты будут в помаде, и вам плюс ко всему будет неудобно, потому что вы будете постоянно переживать, что вдруг у вас что-то стерлось и нужно бежать поправлять. Поэтому для тех, кто только решает, какой себе сделать макияж на свадьбу, либо попросить сделать своего стилиста макияж на свадьбу, настоятельно рекомендую не обращать внимания на свадьбы всяких Евгений Феофилактовых из Дома-2, Дженнифер Лопеса и так далее, где красные губы, у них свой стилист, который с ними постоянно ходит. Поэтому тут такой момент, если вы за универсальный какой-то макияж, за тот макияж, который на вас долго продержится, желательно красные губы отложите до следующего праздника своего, но не на свадьбу. Вот, так вот, перейдем к образу, макияж универсальный, красивый, как мне кажется, подойдет почти любой девушке. И плюс ко всему покажу вам пару причесок, которые можно сделать вот с такими вот пышными локонами. Локоны тоже сами покажу, я уже вам тут надела кучу причесок, поэтому немножко подопали. Такой, покажу, небольшой профессиональный прием, как сделать объемные локоны. Плюс ко всему, какие можно элементарно сделать прически из этих объемных локон, классические красивые прически на свадьбу, даже самостоятельно, не прибегая к помощи стилиста. Это вариант для тех, у кого у самого руки из хорошего места растут, а для тех, кто тренируется и хочет на свадьбу сделать себя полностью самостоятельно, для тех, кто немножко этого побаивает. Я всегда всех жду, всегда рада вас собрать на свадьбу. Ну, не люблю, как вы понимаете, разные образы в стиле Невских берегов, там, со всякими косами и так далее. Плюс ко всему, это не модно и не актуально в данный момент. Все довольно просто, красиво, эффектно, харизматично, и именно такими я вам желаю быть на своей свадьбе. Если вам интересно посмотреть, как я сделаю такой образ, оставайтесь со мной. Начинаю сегодня с нанесения праймера. Праймер от Skindinavia распыляю на все личико. И далее обычная кисточка, моя любимая Buff & Brush от Reality Knicks. Я наношу смешанный Revlon Colorstay с маком Studio Fix 37. Очень получается такая приятная картина для тех, у кого теплого оттенка кожи, кому нужен немножко желтоватый цвет лица, приятный, да, с легким оттенком загара. Это вот та история. Плюс ко всему, Studio Fix, он, если я не ошибаюсь, на силиконке Revlon Colorstay на воде, и как-то вот они между собой смешиваются, получается, средняя плотность покрытия. И теперь консилера MAC Pro Longwear NC20, мой самый любимый консилер. Я выделяю область под глазами. Буду бьюти-блендером, обычно мокреньким, растушевывать. Хорошо растушевывает. Это не оригинальный бьюти-блендер, это бьюти-блендер от Taboo Brushes, Варвара Табутарова, визажиста такого. У них очень приятная цена. И плюс ко всему, хорошая поделка. Это, в общем-то, то же самое, абсолютно то же самое, что оригинал. Растушевываю, растушевываю, растушевываю. Чем больше растушевываю, тем лучше получается. Поэтому обязательно не забывайте про это. Немножко консилером Inglot я выделяю необходимые мне части. Всё растушевываю, растушевываю. Теперь 80-м бронзером пудры от Inglot я затемняю лобно-височные доли. Скулы. Это такой приём у меня, скорее, не подчёркивание скулы, а вот чисто освежает цвет лица. Именно данный цвет пудры, потому что для светлокожих он подходит. Мне очень нравится. И дальше я буду наносить скульптор. И вот этот переход от тёмного, потом среднего оттенка, к светлому тональному средству даёт такую плавную картину, без чётких каких-то границ. Теперь буду использовать... А, ну, в общем, этим же я бронзером сейчас ещё выделяю спинку, спинки и крыльушки носика, потому что он не сильно виден как раз-таки то, что нам нужно. То есть лёгкую коррекцию лица делаю. И теперь скульптором непосредственно выделяю подскуловую область, чтобы подчеркнуть лицо и сделать сухую коррекцию лица. Для свадебного макияжа это вот как раз-таки та история. Жирную коррекцию, мне кажется, будет тяжеловато для свадебного макияжа. Сухая самая, но и плюс ко всему, естественно, смотрится. Далее, далее, далее я беру румяна, наверное. Да, джаст, который вместе с хайлайтером перемешивается. Очень приятный оттенок натуральный получается. Не слишком розовый, не слишком персиковый, не слишком коричневый. Как раз-таки такой натуральный, приятный цвет, который освежает цвет лица, что немаловажно. И теперь светлой пудрой номер 24 от Ингл 4-цветной я высветляю. Необходимая мне зона. Такая легкая сухая коррекция получается у нас лица. Она свет отражает очень хорошо, и на фотографии очень хорошо смотрится. Потрясающая пудра моя самая любимая. И теперь наношу базу под тени белую от NYX. Неважно какая, можете использовать любую свою любимую. Можете использовать NYX, можете использовать плотный консилер. Теперь из палетки Smashbox Full Expose я использую белый светлый оттенок, чтобы припудрить легкое веко и утрамбовать нашу базу. Растушевочной кистью наношу на все-все-все веко. Далее переходный такой розово-коричневый оттеночек, приятный, не слишком темный. Я использую для того, чтобы с тушевочной кистью выделить складку верхнего века. Тоже все, в принципе, просто в данном случае. Обязательно должен быть переходный оттенок, никаких четких границ. И перламутром выделяю внутренний уголок глаза и подбровью. Немножко на подвижное веко тоже нанесу. Но это не обязательно, потому что у нас дальше будет пигмент. Я просто тогда еще не знала, что я буду делать. Вот так, чтобы выделить световой акцент, поставить, чтобы освежить взгляд, обязательно перламутр нужно использовать на светло-розовой данной палетке. Очень хорошая универсальная палетка, всем советую приобрести. Для всех макияжей подойдет. И темно-коричневым я затемняю внешний уголок глаза, захожу в складку кистью-бочонком, потому что она очень удобная в использовании. И также на нижнее веко тоже немного наношу этого же оттенка. Растушевываю, растушевываю, еще раз растушевываю. Наносим и растушевываем, никогда про это не забываем. И немножко растушевочной кистью наношу, вот этот же темно-коричневый, то есть до той самой поры, пока нам не будет достаточно. Тут вы сами регулируете интенсивность вашего макияжа. Второй глазик аналогично. И растушевываю, снова растушевываю. Снизу тоже не забываем обязательно выделять. Если вам кажется, что вам не идет снизу выделять веко, это только вам так кажется на самом деле. Идет абсолютно всем и делает взгляд более выразительным. Просто вы к себе не привыкли и вам кажется, что вам не идет. Это очень у многих такая реакция. Далее я наносила пигмент от Inglot. Номер напишу под видео. На подвижное веко нанесла. Видимо, у меня как-то так пропустился этот кусочек. Вырезался в видео случайным образом. Просто нанесла пигмент светло-персиковый на светлую нашу зону. И теперь черным карандашом я подчеркнула глазки. Это черный карандашик с черными тенями растушевываю. Черными тенями. Беру маленькую кисточку. И черный наш карандашик растушевываю кверху. То же самое. Снизу немножко прохожусь. Пигмент я, кстати, наносила влажным способом. Это вот из новой коллекции персиковый пигмент. Очень красивый такой. Отливающий в золотой и в розовый. Приятный. И теперь я прокрашиваю, как следует, реснички тушью. У меня Lash Sensation от Maybelline. Хорошая стойкая тушь, которая отлично разделяет реснички. Прокрашиваю все реснички. Как же все это долго. Кажется. И накладные реснички наношу у меня из магазина Домик Принцессы. Там, как я уже говорила, за 650 рублей целых 5 пар ресниц в одной упаковке. Очень хорошие, естественные, тоненькие, не как обычные китайские. А именно то, что вот нужно, красиво смотрится и хорошо держится. Мне все нравится. Клей Ardellum. Именно за счет вот этого растушеванного карандаша у нас такой лисий взгляд. Просто растушевываете его кверху. Получается очень красиво. Я пинцетом подправляю мою ресничку. И перехожу к губам. Красивый оттенок от Nars. Нежно-розовый наношу. Матовый. Наверх, в центр губы, я наношу нюдовый оттенок от Inglot помад. И блеск для губ от Bell. Кстати говоря, очень дешевый, красивый блеск. 80 рублей, по-моему, стоит. И потрясающего оттенка. Хорошо держится, без блесток, не отслаивается. Даже конкурент многим Dior блескам. Хотя я обожаю Dior. Это любимая марка в блесках. Но вот Dior почему-то дает мне иногда полосочку в центре губы. А здесь такого нет. И хайлайтером немножко по скулам прохожусь. Хайлайтер 61 от Inglot жидкий. Итак, приступаем теперь к волосам. Вот такой ольвенок. Если я просто высушу голову, у меня именно такие волосы. Теперь обычной расческой нашей массажной я расчесываю все волосы. И буду использовать плойку конусную от Babyliss Professional. Беру прядочку, аккуратно ее выделяю. И наматываю на плойку. Именно в таком направлении от лица. Можно уже здесь начать подначесывать корень. Вот вы дальше сейчас посмотрите видео. Видите, что я буду среднюю часть затылочную немножко начесывать у корней. В данном случае вы можете это делать уже начиная с низа. Просто у меня волосы сами по себе густые, объемные. И мне слишком большая шапка такая объемная. Не нравится. Плойка очень хорошая. Все очень быстро. Как вы понимаете, у меня не на слишком быстро перемотке, так сказать, стоит видео. Поэтому я действительно держу буквально 3-4 секунды каждую прядку. Обязательно закрепляйте все это тело лаком. Сейчас я все это буду показывать. Вообще лучше волосы всегда разделять на 3 части. Это нижние, дальше средняя такая полоса, да. И самая-самая верхняя. Затылочные пряди, которые находятся у виска. Господи, как это сказать? На височной части я уже заговариваю сегодня. Теперь я все это дело обязательно залачиваю. У меня лак Londo Professional. Очень хороший лак. Никогда не ломается дозатор. И теперь я расчесочкой начесываю у корня. Спрыскиваю лаком прядочку. Начесываю прямо у корешка. Начесываю всегда снизу, чтобы не было видно нашего начеса. И припудриваю пудрочкой для фиксации прямо к корешку. У меня от Котрин. Пудра. Немножко я пальчиками ее так растираю, чтобы не было видно. И точно так же я наматываю прядь. И получается как раз таки вот объемные локоны. Вы можете так сделать по всей голове. Не обязательно делать только средний ряд так. Просто у меня очень густые волосы. И мне слишком большая шапка просто не нравится. Это получается как розовый роза Светки Соколовой. Знаете, такая прическа в стиле 90-х и 50-х. Мне такая не нравится. Мне нравится что-то среднее в плане объема для себя. А вы можете так всю голову сделать, с нижних прядей начать у корня начесывать с пудрой фиксационной, которая немножко добавит вам объема, зафиксирует. Припудриваю. И так, в общем-то, всю голову, как понимаете, делаю. Не буду вам все показывать. Везде все одинаково. Припудриваю и наматываю от лица, от лица. Не забываем. Под прядкой, от лица мы плойку обязательно держим. Расправляем немножко, да, чтобы было красиво. Все, как всегда. На одной прядке, в принципе, уже можно понять. Вы можете себе все это поправлять ручками, чтобы вам нравилось. Все равно я буду потом это расчесывать для того, чтобы пудри были более мягкие. Выбираю себе пробор. В данном случае у меня будет прямой. А сверху я вот не начесываю, именно потому что мне не нравится. Вы можете начесать. Я точно так же наматываю от лица и залачиваю лаком. Поправляю. От лица. Передние пряди так же. Из этих локон потом можно сделать все, что угодно. Вы сейчас поймете, мне безумно нравятся такие локоны. Именно с конусной плойкой получаются локоны, а не букли и кудри. Они такие плавные. Потому что если обычную плойку использовать, можно себе сделать и как бы такие букольки. Нам это не нужно. Это и не модно, в принципе. Плавные локоны всегда красивее смотрятся. Я тут дозавиваю пробелы, которые я не вижу, потому что у меня маленькое зеркало. Вам, чтобы показывать все это дело. Когда я делаю без камеры, естественно, более тщательно. Все, в общем-то, наши объемные локоны готовы. Это такая заготовочка. И по факту эта заготовочка может быть вашей прической. Вот первая прическа. Смотрим. Смотрится, как мне кажется, гармонично и красиво. Можете такая ставить. Для тех, у кого короткие волосы, тоже красиво будут смотреться. И для кого... У кого очень длинные, наращенные пряди, допустим. Из этих локон можно сделать такую прическу, как бы немножко подколотую у висков. Можно так выразиться. В височной части. В двух сторон подкалываем. Можете с одной стороны, кстати, подколоть. Это вы уже смотрите на ваше усмотрение. Единственное, что я сделаю это быстро. Вы можете початеннее, чтобы все у вас держалось. Чтобы все аккуратно смотрелось. Главное понять технологию. Вот вы заворачиваете прядочку от лица. Итак, вторая причесочка у нас. Вторая. Вторая мне даже, может быть, больше нравится, чем первая. Хотя тут, как бы, уже дело вкуса, мне кажется. Дальше. Делаем, забираем. Тут, конечно, у меня такая интересная технология. Я придумывала на ходу, что я буду делать сейчас. Вы можете аккуратно, вот так вот, как я заворачиваю туда, так же забрать волосы. Да? Можете вот так сбоку заколоть. Можете все туда завернуть. То есть, по факту, вы просто заворачиваете и подкалываете невидимками какими-то шпильками. Я невидимками и шпильками подкалываю. Кстати говоря, я не голая. Кажется, что голая на самом деле у меня там бюстье такое, топ-бюстье, поэтому просто его не видно. Мне так даже больше нравится, чем с какой-то белой сидеть тканью там или платьем. Это третья прическа. Вот мне, наверное, она нравится больше всего, если честно. Если выбирать из всех из них, мне как-то кажется, она смотрится вот так, эффектнее, возможно. Ну и первый, наверное, вариант. Второй тоже на любителя. Либо вы, кстати, можете не до конца распустить эту прическу, оставить подколотой правую прядку и сзади подколоть. И будет у вас вот четвертый вариант прически. Это прическа на бок, волосы на бок. Можете больше сделать пробор в ту сторону, в которой у вас будут лежать волосы, а не прямой. Это вот получается у нас следующая прическа. Тоже, мне кажется, красиво смотрится. Вы сами определяете, что вам больше нравится. И последняя прическа, такая, как у меня была недавно на фотографии. Вы можете убрать внебрежный пучок сзади волосы, попросить, чтобы кто-нибудь посмотрел, как у вас там волосы лежат. В принципе, я всегда вижу, когда стою напротив двух зеркал. И вот такая вот элегантная, тоже красивая прическа получается у нас последняя. Всем спасибо большое за просмотр. Жду всех на своем канале. Приходите ко мне на уроки в Инстаграм, ВКонтакте. Всех люблю, целую. Пока-пока.